Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на предстоящий 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Обсуждаем акценты главного финансового документа страны, те задачи, которые стоят перед бюджетом, и, конечно, макроэкономические условия, в которых предстоит решать эти задачи. Мы с вами уже обсудили основные направления экономической политики до 2030 года, наши системные решения и меры по укреплению промышленных, логистических, финансовых возможностей страны, которые напрямую влияют на состояние бюджета, на его формирование и исполнение. Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить конкретным прикладным шагам по наполнению проекта федерального бюджета, в том числе обсудим его ключевые статьи в доходной и расходной частях. Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и посёлков, повышение качества жизни граждан. Подчеркну, чтобы добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное поступательное развитие России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объёме. И здесь в том числе должны сработать стратегические решения по настройке налоговой системы. Они призваны сделать её более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года. И добавлю отдельно, чтобы уверенно последовательно достигать национальных целей развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причём как на ближайшую трёхлетку, так и на более отдалённую перспективу. Предлагаю по всем этим вопросам сегодня предметно поговорить, поработать. Начнём слово Антона Германовича Сулуанова. Пожалуйста.